Оператор выбора SwitchCase позволяет выполнить определенное действие в зависимости от значения одной переменной. Структура SwitchCase выглядит следующим образом. Сначала ставим ключевое слово Switch, в скобках указываем наименование переменной, затем открываем фигурные скобки и прописываем значение переменной, например, case0. Затем ставим два иточия и прописываем действия для этого значения переменной. Так как этот оператор используется очень редко в программировании, поэтому мы на нем останавливаться не будем. Единственное, что хотелось бы отметить, break желательно ставить всегда после выполнения всех действий. Break позволяет прервать код и пойти дальше. Если мы break не укажем, то тогда, если переменная и равно 0, то еще и выполнится case1 и case2. Если мы зададим значение переменной, которое не соответствует нами перечисленным значениям, то выполнится default. Если default мы не указали, значит ничего и не выполнится. Этот оператор case очень похож на условия, только больше на упрощенную модель условий. Давайте как раз их между собой сравним. Вот задача, позволяющая отобразить оценку. Если, допустим, поставили два, то в условии мы сначала сравниваем переменную с двойкой и затем вводим результат. А на операторе выбора, если поставили двойку, то мы вводим неудовлетворительно и ставим break. По сути, одно и то же, что условий, что и у case, но и может быть даже у case будет немного больше различных записей. Может быть и у условного оператора их будет больше. Смотрите сами, как вам удобнее, так и записывайте. Но иногда, конечно, switch приводит структуру в порядок и немного легче уже ориентироваться в коде программы. Давайте в Atom попробуем реализовать эту же задачу. Итак, у нас есть какая-то оценка. Я так и назову эту переменную оценку. Допустим, поставили тройку. Дальше задаем ключевое слово switch. Здесь, кстати говоря, в Atom можно прямо нажать на switch и вам отобразит всю эту структуру. Здесь оценка. Дальше значение 2. Тогда вы увидите неудовлетворительно. Точно так же для case 3. Это будет уже удовлетворительная оценка. Дальше case 4. Будет хорошо. И case 5. Отлично. По умолчанию оценка. Можно написать, что оценка не выбрана. Да, и совсем забыл, надо было написать по-английски. Неудовлетворительно. Удовлетворительно. Хорошо. Отлично. И оценка не выбрана. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Открываем сайт.ру. И он у нас получилось удовлетворительно. Если поставим двойку, получилось неудовлетворительно. Пятерку. Отлично. Если поставим шестерку, оценка не выбрана. На этом все. Переходим к домашнему заданию. Написать программу, отображающую на экране времена года при вводе номера месяца. Мы как раз эту задачу разбирали через условный оператор. И вам нужно написать то же самое, только через оператор выбора. Switch case. Дальше. Написать программу преобразования цифр 0-10 в слова. Тоже через case пишем. Составить программу, которая меняла бы окончание в зависимости от возраста человека. Мне 1 год, мне 4 года, мне 75 лет. Продолжение следует.